В развитии революции достоинства можно найти много общего с революцией 1917-21 годов в Украине. Это неудивительно, поскольку революция достоинства является комбинацией двух революционных волн. Дальний от украинской революции 1917-21 годов и ближний от импульса революции 1991 года в СССР. Импульсно-волновой подход к революциям гораздо продуктивнее, чем противоречивое учение о них марксистов, как и прописанная ими Марксу теория смены социально-экономических формаций. Такой подход правомерен и тем, что сама революция 1991 года тоже была отчасти волной от импульса национально-освободительных и демократических революций 1917-21 годов, качнувших Российскую империю. Они победили в Литве, Латвии, Польше, Финляндии и Эстонии и вырвали эти страны на 20 лет из поля российской автократии. Другим странам, включая Украину, повезло меньше. Своеобразно выпала Молдова, которую Москва по имперско-колониальной привычке именовала Бессарабией. В августе 1916-го Румыния вступила в Первую мировую войну, но сразу потерпела поражение от австро-венгров, и ее правительство с армией ушли за реку Пруд в Бессарабию. После Октябрьского переворота оно контролировало край вдоль с учреждениями правительства Керенского, а затем вернуло и Румынию, когда в ноябре 1918 года распалась Австро-Венгерская империя. Российская армия из Бессарабии к этому моменту тоже испарилась. Вопреки причитаниям большевиков о румынских боярах, захвативших Молдавию, в реальности вышло, что это молдаване захватили Румынию. Революции 1991 года в СССР не повезло. Ей не присвоили индивидуальное имя, как бархатные революции в Чехословакии 1989-го. Но и объявить распад Чехословакии или Югославии геополитической трагедией никому не приходит в голову, как и плакать по Австро-Венгерской и Османской империям. Распад Испанской, Британской и Французской империй тоже не объявляют всемирной трагедией. Муссоли не последний, кто аккуратно мечтал о Римской империи, но и он не называл ее распад трагедией. Только в Москве грустят о Российской империи, льют слезы по СССР и называют его распад величайшей геополитической трагедией XX века. Причина – в Москве никак не расстанутся с архаичной идеей империи, жажду треванша и готовы захватить в третий раз Украину, Белоруссию и страны Южной Прибалтики. В соцопросах 2014-2015 годов больше 80% россиян одобряли захват Крыма. В 2016 году 70% нидерландцев не пришли на референдум об ассоциации Украины с ЕС. В этих цифрах кардинальное отличие менталитета россиян и голландцев, некогда тоже имперской нации. Но даже Кремль не решился провести в России референдум о захвате Крыма за две недели. Как это он сделал в самом Крыму, чтобы не убить на повал идею референдумов, как это сделал Гитлер в Германии? В Кремле решили, что идею референдума еще можно будет использовать не раз, и лучше не придавать этому слову негативную коннотацию. Российская империя в 1917 году не исчезла. Она лишь пережила красный ребрендинг и ужалась территориально, но готовилась к реваншу под прикрытием речей о мировой пролетарской революции. В 1991 году по ней прошлась дальняя волна от революции 1917-21 годов. Империя опять ужалась и пережила новый ребрендинг в оболочке либерализма. В августе 1999 империя начала Вторую Чеченскую войну, которую официально закончила в апреле 2009-го. Но еще до ее завершения Российская Федерация в августе 2008 года напала на Грузию, и реванш выплеснулся вовне. Тогда оформить аннексию Абхазии и округа Схинвали юридически Москва не решилась. Только после оккупации Крыма она заплакала о геополитической трагедии и официально заявила о начале имперского реванша, назвав его «вставанием с колен». После этого в России началось то откровенное братание идейных наследников красных и белых, которые они не могли позволить себе до нападения на Украину в 2014. Как не могли позволить его себе и в 1918-21 годах. Можно сказать, Украина, наконец, примирила красных и белых в России. И они сошлись на том, что неважно, под каким флагом ее захватывать – красным или имперским. Главное – захватить. В революцию и советско-украинскую войну 1917-21 годов такого единства белых и красных не было. Иной была и международная ситуация. Вопреки мифу большевиков об интервенции 14 государств против РСФСР, в их числе и Эстония с Украиной, как нападению буржуев на первое в мире государство рабочих и крестьян, в реальности все было как обычно иначе. В США президент Вильсон позитивно отнесся к Октябрьскому перевороту. Но когда Ленин подписал мир с кайзером Вильгельмом, то США и Атланта логично обиделись на большевиков за сдачу продовольствия и сырья немцам. Антанта ожидала ресурсного истощения Германии и ее союзников, а с ним и скорой победы. Но тут большевики подарили им шанс. Но занялась она не столько большевиками, как немцами в Украине и на Кавказе, заодно и союзным им гетьманом Скоропадским, который видел в немцах средства от московитов, как красных, так и белых. Поэтому Антанта сделала ставку на петлюру и директорию, которые также были ей и классово ближе, чем условный монархист Скоропадский. Политикум Украины того времени тоже имел очевидные отличия от нынешнего. Но общие тенденции близки, что и позволит использовать метод исторических аналогий, поскольку процессы, запущенные в 1917 году, никак не завершатся. Украинская революция еще далека от своего завершения. В 1917 и в 1991 годах, как и сейчас, в Украине существовали два социальных запроса на освобождение от имперского ига и на переход от автократии к демократии во всех сферах жизни. Вопреки тому, что оба эти запроса взаимосвязаны, некоторые их разделяют либо из удобства анализа, либо по ошибке методики, как многие левые, либо из своих имперских интересов, как в Москве. Большевики их даже противопоставляли. Однако уже задним числом, когда смогли прочно оккупировать Украину. После этого они и объявили националистов злейшими врагами украинского народа, агентами буржуазии и просто недоумками, зацикленными на мове и на национальном освобождении и возрождении, вместо того, чтобы стройными рядами влиться в борьбу за социальное освобождение под руководством большевиков. Дошло даже до того, что украинская культура и язык были объявлены сельскими, аграрными и поэтому отсталыми, и реакционными, и им стали противопоставлять великороссийский язык и культуру, как городские, индустриальные и передовые. Во всем этом было столько лжи, что британские журналисты еще в 1920-е, а не в 2017-м году, могли ввести понятие «послеправды». Это «послеправда» отчасти смущало и самих большевиков. Так как украинцев среди буржуазии можно было сосчитать по пальцам, то украинским националистам присвоили титул «мелкобуржуазных». Тоже плохое слово и ругательство в российском языке марксистов. Социальным освобождением тоже была явная ложь. Центральная рада и директория, махновцы и зеленые, ругали и экспроприировали буржуазию и латифундиистов, ничуть не меньше большевиков. И на этой теме большевики легко находили с ними общий язык, когда того хотели. Восьмичасовой рабочий день и другие социальные реформы в Украине тоже провели без большевиков. Единственное отличие левых партий в Украине, а почти все они были левые, от большевиков, заключалось в том, что они не мечтали согнать крестьян в госхозы, как делали ленинцы в 1918-1919 годах. Украинцы вообще не фанатели от государственной экономики распределения, как великороссы. Даже самые левые были рыночниками, и Махно блестяще ответил на письмо с подковыркой рабочих большевиков из Екатеринослава о функционировании экономики обмена при анархизме. С языком и культурой большевики и сами поняли со временем, что перегнули палку и перешли к обычной двойственности коммунистической морали, где принципы очень сильно отличаются от реалий. Только сейчас политики, академики и журналисты в Российской Федерации отказались от такой практики и стали свободно изливать в СМИ свое имперское презрение к незалежной и хохлам, как к людям второго сорта. Революция 1991-го решила задачу выхода Украины из империи. На этот раз ей повезло, в отличие от стран Северного Кавказа и Поволжья. Но вторжение 2014-го вновь внесло ее в повестку дня и почти в том же формате, как она стояла в 1918 году перед Центральной Радой, где до советской агрессии было две партии – самостейнокев и сторонников Конфедеративного или Федеративного Союза с Демократической и даже с Красной Россией. Последние, как и сейчас, были в Раде и вне Рады в ничтожном меньшинстве. Но в целом все сторонники Федерации с Россией преобладали над самостейниками, из-за чего Центральная Рада и тянула до последнего с четвертым универсалом о независимости. Как и сейчас, число сторонников Федерации, естественно, уменьшалось с востока на запад, так как там жило много колонистов-переселенцев из Великороссии. Вторжение советских ополчений Муравьева, Дыбенко и прочих вынудило Раду провозгласить независимость. Рада полагала, что когда с запада прут немцы, то удобнее отбиваться от них вместе с Россией и все вопросы отложить до окончания войны. В Бресте она это объяснила Троцкому, с чем тот и согласился. Но Ленин решил иначе и отдал приказ о наступлении на Киев. Рада обиделась на Ленина и объявила о независимости Украины. В итоге немцы без напряга выбросили советских ополченцев из Украины. Немцы, как и большевики, тоже хотели срочно хлеба. Но в отличие от Ленина, им хватило ума сначала признать ее независимость и правительство Центральной Рады, и лишь после этого мягко заменить его конституционной монархией либерала Скоропадского. Большевики слишком спешили захватить Украину, чтобы вести долгую игру через признание Центральной Рады к ее захвату изнутри пророссийскими партиями. Сейчас Кремль вынужденно выбрал эту стратегию. Немцы намеревались сделать из Украины государство по образу и подобию Германии. Но их спиткала Неспудиванка. Многие украинцы оказались радикальными демократами, требующими все и сразу. И очень специфическими государственниками, скрещивающими широчайшую демократию с авторитаризмом какого-нибудь батьки. В таком желании решить все проблемы одним махом, фантастическим способом и навсегда украинцы, особенно с Юго-Востока, тогда были близки ментально великороссам и до сих пор еще отчасти совпадают. Но вот светлое будущее они и тогда, и сейчас видят по-разному. Самый наглядный пример той несуразности – Махно. Более нелепое сочетание, чем анархист и батька, сложно представить. Анархист Махно отрицал любую власть и государство. Но как батька он обладал ею на уровне абсолютного монарха. Пользовался ею, однако, как настоящий либерал, в пределах разумного, и как истинный демократ свои решения стремился утвердить на собраниях. В результате Четвертого универсала Центральной Рады, захода немцев и съезда в Харькове большевистских советов, независимая Украина стала фактом, признанным даже РСФСР. Ленин к восстановлению Украины как государства никакого отношения не имел, вопреки российской пропаганде. Обстоятельства ее Ленину навязали, и он ничего с ним поделать не мог. После этого вопрос о независимости Украины для ее политикума отошел на второй план, но в нем произошел глубокий раскол по линии автократы и демократы. На роль автократа и всего плохого сообща назначили Скоропадского, подобно тому, как зимой 2019-го роль всего плохого отвели Порошенко. В реальности Скоропадский был либералом, местами даже демократом, и на роль диктатора и кровавой киевской хунты он тянул и претендовал не больше, чем Порошенко. Но против него и партия гетманцев выступили все демократы – петлюровцы, махновцы и зеленые, которых посильно поддерживала Москва. В 1918 году Петлюра и Винниченко для Москвы были не врагами, а союзниками. Махно и вовсе был другом и Пилс-Дыбенко и Калантай. Все вместе они дружили против Деникина и прочих белых. В декабре 1918-го, когда Скоропадский уехал в Берлин с немцами, партия гетманцев распалась. Часть ее уехала в Европу, часть ушла к солидным авторитаристам – Деникину и Ленину, а остальные пошли к демократам, к петлюровцам и к зеленым. В результате в лагере демократов появились настоящие полковники с диктаторскими замашками, манией величия и смутным видением внешней политики Украины. Демократы с конца лета 1918 года организовали многочисленные восстания против Скоропадского, австро-венгров и немцев, а позже и против греков и французов, которые заняли Одессу, Николаев и Херсон, чтобы их не заняли немцы. Например, подполковник Никифор Григорьев, серветник, поднял восстание против Гетмана, признал директорию петлюры центральным правительством Украины и успел повоевать с немцами, греками и французами. Затем стал зеленым, выступил против директории, перешел на службу к красным и выбил для них французов и белых из Одессы. Пообещал им разобраться с анархистом Мишкой Япончиком и всей одесской братвой. Но красные так восхитились Григорьевым, что назвали его маршалом и предложили выступить на помощь советской Венгрии, а по дороге занять Румынию, поскольку иначе в Венгрию не попасть. Григорьев отказался от этой чести, но согласился идти вместе с атаманом Зеленым, Данила Терпила, и красными на Киев и выбить петлюру. По дороге на Киев советская армия Григорьева обнаружила, что советская власть какая-то несоветская и неправильная, и восстала. За это большевики назвали Григорьева изменником и сволочью и направили против него войска из РСФСР. В итоге, по их просьбе, Махно 27 июня 1919 года застрелил Григорьева. Все это произошло с Григорьевым за полгода, и попутно он еще успел присоединиться к партии украинских коммунистов-бородьбистов, состоявшей в основном из бывших украинских левых эсеров. Уже через месяц после бегства Скоропадского в лагере демократов произошел раскол на петлюровцев и зеленых, и не менее жесткий, чем был их конфликт с Гетманом. Теперь командиры партизанских отрядов, абсорбированных директорией во время восстания против Скоропадского, навесили ярлык всего плохого на нее и петлюру. Исключением был Махно, который со Скоропадским воевал сам по себе и директорию правительством изначально не признавал по идейным соображениям. Махновцы наивно полагали, что в этом суровом мире центральное правительство, как олицетворение государства, вещь вредная, и его можно заменить съездами выбранных представителей от общин, если надо решить какой-то глобальный вопрос. Махновцы непроизвольно воспроизводили модель организации славянских племенных союзов до прихода Олега с варяжско-русской дружиной в Киев. От других зеленых они отличались лишь тем, что стремились придать своим взглядам вид законченной идеологии, если анархизм можно считать идеологией. В остальном они были типичными зелеными. Конфликт между петлюровцами и зелеными повторял, по сути, спор о полномочиях центральных и региональных властей, которые в американской революции вели партия демократов Джефферсона и партия федералистов Гамильтона. Вопреки своему названию, партия Гамильтона выступала за очень жесткий централизм, а умеренным федералистом был Джефферсон, и в итоге победила его модель по разделению полномочий федерального правительства и штатов. Зеленые, контролировавшие в основном степной пояс, не писали так много, как Джефферсон с Гамильтоном, и даже Махно был не писатель. На практике они вели Украину к зыбкой конфедерации, где их слабо связанные между собой штаты были бы независимы от центрального правительства во всем, включая внешнюю политику. Так, формальной причиной выступления Григорьева против директории и ухода к красным были переговоры Петлюры с Антантой против большевиков. Большинство зеленых видели в директории лишь руку дающую и ничего от них не требующую. А если центр пушек и денег не дает, то зачем он нужен? Атаманы ощущали себя вполне самодостаточными в своих республиках, внутри которых все зависело от соотношений локальных силовых групп, а также от культурности и темперамента батьки. Этими воззрениями и воспользовались красные демоны-искусители. Они льстили атаманам зеленых, давали деньги и обещали им все, кроме бесплатного газа из России, только чтобы они восстали против директории и олигарха Петлюры. Григорьев и атаман зеленый восстали, увидев в Москве более щедрую руку, чем директория, и к тому же далекую, как они полагали. Махно не восставал, так как с директорией не граничил, но тоже подружился с красными в обмен на винтовки и патроны. В последний сеанс этой дружбы Махно упросил Ленина разрешить ему продолжить анархический эксперимент в отдельно взятом гуляй-поле, но Троцкий решил иначе, и Ленин с ним тоже согласился. Роман Григорьева и Зеленого с красными продлился всего два месяца. Петлюру из Киева они не выбили, в красных разочаровались, но было уже поздно. Москва оказалась ближе, чем они полагали, и ее жесткая рука быстро до них дотянулась. Позже дотянулась и до Махно, затем до коммунистов-бородьбистов и укопистов, искренне веривших, что империя закончилась и началась демократия с дружбой народов. После этого пришли за коммунистами-ортодоксами, влюбленными в СССР, но за них заступиться уже было некому, кроме идеологически чуждого им Запада. В 2014-2015 годах Москва активно пыталась повторить в Украине зеленый проект 1919-го. Требовала ее федерализации, продвигала всевозможные народные республики и автономию для Донецкой и Луганской областей. На это повелись только в Донецке и Луганске. Уже через год пришли за атаманами типа Мозгового и Дремова, стыдившегося своего украинского языка. Затем пришли за Плотницким, а потом и за Захарченко. Так как поезд революции за пять лет ушел вперед, пусть не очень далеко, но безвозвратно, то теперь даже Кремль стал называть своего верного Януковича редкой сволочью, вполне достойной свержения. В Кремле спешат перестроиться, чтобы идти в ногу с украинской революцией и иметь возможность навязать ей новый зеленый проект образца 1919-го, но уже без примитива атаманщины и народных республик 2014-2015 годов. В Кремле тоже умеют учиться на своих ошибках. Кремль, как богатырь монгольского происхождения, стоящий у поворотного камня истории, решил зайти в Украину и в ее Верховную Раду сразу всеми тремя путями. Потому что указатели на славянском языке он понимает плохо, но знает, что директория Порубия и Порошенко в разъездах. Прямой путь через ОПО-платформу с Медведчуком оставили тем, кто любит простые ответы на все вопросы. Нечего им голову засорять лишней информацией. Пусть верят в дешевый российский газ, как в коммунизм, и этого им вполне достаточно. Левый путь в Верховную Раду идет не столько через ОПО-блок Новинского и Мураева, как через Коломойского, которого Кремль начал искушать еще до его ссоры с Порошенко. Сейчас Кремль видит в Коломойском самого перспективного атамана в Украине. Но ни одного из своих банов 2014-го с него не снял. Впрочем, верный Новинский тоже забанен как враг России, что свидетельствует – поезд украинской революции таки заехал далеко. Правый путь идет через старые партии, где много авторитаристов-гетманцев, которые осторожно пытаются продать себя избирателям как истинных демократов. Получается это более-менее удачно только у Тимошенко, который почти всегда умеет выглядеть так и аквамтреба. Мечта Кремля – получить Верховную Раду из любых гетманцев, зеленых и атаманов, побратавшихся красно-белых, ручных, желто-голубых с вилами и партии бесцветных мэров, чтящих только валюту и другие материальные ценности. Работать с ними он будет индивидуально. Если продолжить аналогию с 1919-м, то ситуация выглядит так. Зеленые сами без красных изгнали директорию из Киева и создали свою Раду, а гетманам назначили самого скромного атамана, которому кроме денег и минимума почета ничего не надо. РСФСР своих войск в Украину тоже не ввела. Как развивались бы события при такой конфигурации, мы скоро узнаем. Вполне вероятно, что в Новой Верховной Раде может сложиться союз части зеленых и петлюровцев против красно-белых, гетманцев и тех зеленых, которые будут кокетничать с Москвой. Что будет после этого, точно не знают даже в Кремле, хотя и уверены, что знают все. По скриптум. В 1919 году такая ситуация сложиться в принципе не могла, так как все голосовали винтовками, а не бумажными бюллетенями. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok